Петь, у тебя вчера получилась не совсем обычная игра. В самом начале пришлось поменять позицию на кардинально другую. Ты был готов к такому повороту событий? Если честно, нет. Ну, просто пришлось так, вынужденно. Поэтому ничего страшного. В составе Анжи очень много футболистов. Сумма трансферов, которых поражает воображение, что называется. Психологически была какая-то разница играть с этой командой, где один игрок может стоить как бюджет среднего клуба премьер-лиги? Или после того, как на поле выходишь, в принципе, уже не важно, кто там, Виллиан, ИТО? Я думаю, игра-то все показала, что разница в принципе не такая большая между футболистами. А цена... Ну, я как-то вообще не задумываюсь. Не знаю, может для кого-то это что-то значит. Мне все равно. Вот индивидуально из команды соперника выделил бы кого-то, кто, может быть, все-таки создал наибольшие проблемы, да? Видно, что есть там игроки, за которыми повышенное должно быть внимание. Да, там, в принципе, линии атаки практически все повышенное внимание. Ну, ИТО, конечно, это, я считаю, действительно заслуживает денег, которые за него платят. Это очень хороший футболист. Вчера, во втором тайме, в начале, команда немножко прижалась к воротам, пропустила гол, а в концовке сумела прибавить. И там были шансы не только чтобы сравнить, да, но и чтобы вперед выйти. На твой взгляд, это говорит о том, что мы физически лучше, чем Анжи были готовы, или это момент психологический, что свои трибуны погнали вперед, и кураж команда поймала? Ну, да, мне кажется, просто это как игра сама по себе так складывалась. Мы старались как бы не отдавать полностью инициативу, да, там, хорошие футболисты, они, может быть, больше контролировали мяч, но я думаю, игра была равной, поэтому в какой-то момент они атаковали больше. Ну, после пропущенного было желание отыграться, конечно. И, может быть, это дополнительная сила, да. Я думаю, поэтому. Результатом в команде довольны или хотелось большего? Ну, конечно, хотелось большего, но, в принципе, с такой командой, как Анжи, я думаю. Для начала все потихонечку, очечка взяли. Я думаю, с каждой игрой будем прибавлять, поэтому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!